Всем здорова, ребята! Всем привет! С вами Серега, как всегда. В общем, формирую, проливаю бипином семьи. И очень часто звучит вопрос по поводу кормов. Задают люди вопрос. То есть, ну, разная ситуация на пасеке бывает. Может, человек занят был, может быть, понадеялся на то, что оставил корма, что их достаточно. Потом убеждается в том, что в гнезде, во время того, как он начинает формировать, приличная нехватка кормов. То есть, те рамки, которые были полнометки, они стали среднемедовые, либо маломедовые. То есть, то, о чем я вам ранее говорил, что безяточный период довольно-таки длительный после того, как отцвел подсолнух. У кого-то этот период короче, у кого-то длиннее. У меня, кстати, в моем регионе, я думаю, как и в других областях в Украине, это достаточно приличный период, около трех месяцев, за который пчелы, так как в природе ничего нет, и засуха идет, а матки еще кое-как продолжают работать. Особенно, если это молодые матки или какие-то прошлогодние качественные матки. Выводится детка, молодая пчела, также та пчела, которая была ранее, тоже всем нужные корма. Естественно, пчелы берут те корма, которые у них в запасе остались после того, как отцвел подсолнух. А еще, если пчеловод неправильно оставил, там, я не знаю, ну, на свое усмотрение подумал, что этого меда достаточно, а на самом деле оставил среднее количество меда. То плюс еще срок этот, около трех месяцев, они реально подъедают эти корма. Качки летят, ребят, смотрите. Вам покажу. Все, скоро уже холода. Вот такие вот дела. Пчеловод убеждается в том, что меда не хватает. И сейчас задают вопрос мне в комментариях, Серый, что делать? Можно ли что-то придумать, как-то организовать что-то, чтобы пчелки дозимовали? Ну, люди пишут, как, что вообще пусто, вообще ничего нет. Я в это не поверю. По-любому есть какое-то малое количество меда, все же есть. И его пока достаточно, потому что еще пока тепло. Да, уже вроде бы как перепады, холодные дни начинаются, но еще тепло будет. И то малое количество меда, которое у вас осталось, еще есть в гнезде. Его пока достаточно. Пока пчелы, они еще не впадают в свое коматозное состояние. Пока у них еще силы есть, они еще кое-какие шастают там по рамкам, где-то находят, где-то выбирают. Потому что тоже задавали. И поэтому вопрос, типа, Серый, я уже сейчас ложить начинать мед или канди, или потом положить. Вот я вам на этот вопрос отвечаю, что пока месь не трогайте. Это уже будет конец октября. Тогда уже пойдут стабильные холодные дни. Все уже там ноль и пошла ниже температура. Тогда уже будете думать, что делать дальше. Но перед тем, как вы скажете, типа, Серый, что тогда уже ложить мед. Нет. Вы смотрите, визуально оцениваете, потому что это вы так думаете, что меда пока мало. Но на первое время даже вот они могут сейчас его и не подъесть. Это малое количество меда. Потому что они еще кое-какие находят, помимо гнезда, они находят еще какую-то пыльцу. Еще пока работают пчелки. И у вас то малое количество меда, его может еще и хватить на первое время. Вот к чему я веду, понимаете? То есть, на что вы сразу обращаете внимание? Вы обращаете сразу внимание на то, как сидит клуб у вас. Вот вы для себя знаете, что там малое количество меда. Но, как я и сказал, его на первое время в начале зимовки хватает. Вы смотрите на состояние клуба. Вы поглядываете и отмечаете для себя эту семью. Пока у вас семья сидит спокойно, нет никакой тревоги и концентрируется на одном месте. Имеется в виду в шарообразном состоянии. Ну или в одном месте, в общем-то. Может, чуть-чуть они выдвинутся. Ну, вы для себя поймете, что они вот сидят, в принципе, все в кучке. Вот это имеется в виду, опять же. И сидят они спокойно. О чем это говорит? Говорит это о том, что пока они не голодают. Потому что, когда они уже будут голодать, вы открываете, вы смотрите, что пчела немножко, ну, скажем так, беспокойная. И она растянулась по улочкам. От передней стенки, ближе к центру, растянулся у вас клуб. Это уже вам первый звоночек, что нужно ложить мед. То есть, только тогда вы ложите уже канди, либо медовую лепешку. Ну, судя по тому, сколько сейчас стоит мед, и почему его продают, люди, считай, даром отдают. Я тоже очень много, ну, говорил за это, снимал ролики, что кому мед нужен, тот его купит и за 600. Но если его люди не хотят брать, они его что за 300, что за 600 не возьмут. И судя по тому, сколько он сейчас стоит, то есть, можно, вплоть до того, что можно найти бутылек 3 литра, можно найти за 280, за 300 гривен. Вот так вот. В одном бутылек, ну, бутылек 3 литровый, это 4,4-4,7 килограмма меда. 2 килограмма меда, когда у вас уже пошли, первый холод пошел, 2 килограмма меда, это как, ну, минимум 2 недели пчелы у вас будут сидеть на этом меде. Минимум 2 недели это стабильно. Если минус будет, средний минус будет держаться, не будет перепадов, значит и на 3 недели может хватить 2 килограмма меда. Такие вот дела. Значит, вы поняли. Теперь по поводу меда. То есть, понимаете, к чему я веду, что нужно вложить мед наверх. Теперь по поводу меда. Сейчас посмотрим с вами последнюю семейку. Я вам на ней прям покажу. Так что, поехали, ребят. Уже видите, вот рамки немного. Ну, это малометки. Ну, вот на них сразу покажу вам, ребят. Вот какие это рамки, малометки, либо среднеметки. Это если вот такие вот у вас рамки остались. Вот видите, на них, ну, на 2 пальца мед. Все. А это у вас, допустим, пустой. Ну, эти я бачу себе в отбраковку, потому что они в зиму не годятся. Я снимал. Я такие не оставляю. Я их потом по весне пчелы просушат и в перетопку. То есть, вот такие вот рамки. Вот такие вот рамки, видите. Ну, они в зиму не годятся. Вот. Все, что по меду есть, это вот вверху. Все. Вот это вот тоже остатки расплода отбраковую, потому что нема смысла его уже оставлять. Уже середина октября. Вот такие вот рамки. Ну, тоже, видите, с подрасплодней. И они черные. Видите, они как смола. Они не годятся. Не годятся такие рамки. Это все в перетопку. То есть, понимаете, что по меду они, ну, нифига в них нема, кроме вот этой верхней медовой каемки. Ну, и даже вот этой медовой каемки может хватить на первые 2-3 недели зимы. Вот такие вот дела. Потому что, ребят, пчелы, они, если резкий там минус пойдет ниже нуля, пчелы не будут. Это вы так думаете, что это типа свиньи там будут, у вас мед весь съедят у вас там, блин, я не знаю, за 2 дня. Нет, они там, они уже, у них меньше сил, они уже больше, ну, малоподвижные. И они не употребляют столько меда, сколько они там во время сезона съедают, скармливают его. И молодой пчеле идет развитие, молодая пчела тоже ест, трутень и все остальное. Нет, в зиму такого не будет у вас, ребят. Ну, и сейчас я покажу вам, ребят, что нужно делать. Посмотрим, у нас тут средняя семейка. Значит, на чем мы остановились? Беда в Илье, очень мало кормов, нехватка. Как спасти пчел, как спасти семью, чтобы она дозимовала. Значит, сначала берете, ребят, опять повторюсь, берете во внимание то, что я сказал перед этим. Значит, отчет у вас начинается с того времени, как только упадет температура ниже нуля. Также берете, опять же, во внимание тот факт, что все процессы у пчел замедляются. И, естественно, и поглощение меда, поглощение кормов тоже замедляется. То есть, пчелы будут в разы меньше есть меда, они будут в таком вот обессиленном состоянии, в коматозном. И как только у вас температура упала ниже нуля, вы смотрите на поведение пчелы раз в неделю. Вы делаете контроль. Значит, сразу обратили внимание, как собрались пчелки, как и не ужались. Значит, если они в клубе, ближе к передней стенке, сконцентрировалась пчела у вас в одном месте, нету никакого беспокойства, тихо, спокойно сидят на минимальных кормах. Потому что по-любому какие-то минимальные корма будут, какая-то медовая каемочка, там на 2-3 пальца. Этого вполне может хватить на 2-3 недели. То есть, для вас, если для вас это сильно мало, то для пчел, в принципе, на первое время зимовки этого может хватить. Неделька прошла, открываете улей, проводите контроль, смотрите опять, как сидит клуб. Если без изменений, как сидели, так и сидят, нема никакой тревоги, нерастянутый клуб, тихо, спокойно, все хорошо, опять на неделю оставляете. Ничего страшного не будет, даже если они там растянутся за полнедели до вашего контрольного осмотра, ничего в этом не будет. Прошла вторая неделя, если откроете, смотрите, либо клуб растянулся, оно сидит спокойно, значит, пока все нормально, но уже растянутый, растянулся ниткой. Либо уже и растянулись, и тревога какая-то пошла, пытается пчела взлететь. Значит, что делаете, ложите медовую лепешку на самих пчел прям, либо на край растянутого пчелиного клуба, либо на самих пчел. Они соберутся на этой медовой лепешке и будут у вас зимовать. Значит, судя по тому, сколько сейчас стоит мед, я думаю, практически у каждого второго пчеловода мед на руках. Либо можно его приобрести, даже сейчас я же говорю, что можно канди положить, но судя по таким ценам, сколько он стоит, там, я не знаю, за 280 можно найти трехлитровый бутылек меда, как я и говорил, и в бутыльке у вас 4-4-4-7 килограмма меда. И 2 килограмма меда вам может на 2 недели хватить с головой, это если сильная семья, если средняя семья, на 3 недели может даже хватить. Ну, конечно, беря во внимание тот факт, что у вас должна быть стабильная зима и стабильный минус без перепадов, потому что как только перепад, пчелка немного силы набирается и чуть большее поглощение корма у вас начинается. Ну и тут, ребят, очень важно, когда вы ложите вот эти вот 2 килограмма меда, обязательно надо, уже не имеет значения, сильная семья, средняя семья, обязательно надо утеплить, потому что накрыть вот эту, накрыть вот этот мед обязательно, потому что пчела вся поднимется на эту медовую лепешку, она больше будет тратить сил на самосохранение, на защиту, потому что пока пчелы сидят на рамках, им легче там тепло поддерживать, плюс им помогает поддерживать тепло и рамки вот эти, восковые, восковой сот, он держит тепло, служит в какой-то мере как одеяло. И им легче там сконцентрироваться, легче зимовать, легче ужаться на вот этих, ну именно на рамках, ну они там вниз уходят, ну вы поняли. Но когда вы ложите медовую лепешку, вы заставляете пчелу подняться вверх. То есть, что еще важно, я не сказал, пока они у вас сидят на рамках там и ужались, пчеле меньше нужно сил на защиту, так сказать, пчелиного клуба, меньше сил она тратит, меньше вот этой поверхностной пчелы, они, ну в общем, вы понимаете. Но когда вы ложите мед, у вас пчелка поднимается, естественно, пчеле некомфортно, неудобно вот это сидеть на меде, и также поддерживать тепло на этом меде. Поэтому, чтобы оно не выветривалось, не уходило никуда, вы утепляете эту семью. Тут у нас вот средняя семейка, хочу обратить ваше внимание, как должна сидеть тихо и спокойно семья, вот она у меня здесь внизу сидит, значит, сейчас обработаю ее випинчиком, на вот таких вот медовых рамках, вот такие вот рамочки, это вот крайняя рамка. Утепляйте, когда вы утепляете, у вас вот так вот надо прямо обвернуть рамки, сюда у вас, тут у вас медовая лепешка, и так прямо обвернуть, у вас тогда тепло никуда не уходит, пчелка спокойно выбирает корма, и не испытывает никакого дискомфорта. Вот и все. Поэтому здесь очень важно вложить утепление. Вот такие вот тоже рамочки. Ну так вот у нас и будет зимовать средняя семейка. Ну вот, что хотел сказать, что, вот видите, хороший признак того, что семья перезимует, и даже при таком среднем количестве, нормально перенесет зимовку, потому что, ну, это уже видно по поведению, что нету никакой тревоги. Да, пчелы не сильно достаточно, но такие семьи вполне зимуют, если для них будут созданы все удобства, то как-то так. Ну, вот эту семейку я еще, я думаю, утеплю, хотя она, в принципе, с виду кажется, что мало пчелы и мало рамок, но очень хорошая концентрация и собранность семейки данной. С хорошим слоем они собираются, концентрируются, вот как видите, и отлично будут зимовать. Сидят все возле передней стенки. То есть, вот обращайте внимание на это, на спокойствие ваших семей. Потому что, если перед зимовкой семьи у вас испытывают какую-то тревогу, не могут собраться, не могут сконцентрироваться, то это не сильно положительный фактор перед началом зимовки. Ну, такие вот, видите, что интересный тоже нюанс. Вот, семьи нормально приносят меда, хорошее количество пчелы, это можно увидеть по моим старым роликам. Но, когда приходит дело к зимовке, то идет в зиму небольшое количество пчелы. Это вот генетика такая вот в семерах. Вот и все. Так что, как-то так. Так что, ребят, обязательно ложите утеплитель и, ну, одеяльце хорошее, уже не легкий, не легкое какое-то одеяло, не легкий холстик, а именно холстик и хорошее одеяльце плотное. Для того, чтобы пчела не испытывала никакого, никаких плохих условий, потому что она по-любому будет вынуждена подняться. Здесь у вас будет шапка, ну, подняться за кормами. И таким образом будет тратить свои силы на сохранение тепла. Если вы не положите одеяло, то у вас просто пчела не справится с такой нагрузкой, она не сохранит тепло, тепло будет утеряно и часть пчелы у вас осыпется, а потом уже ближе и к концу зимы и остальная часть пчелы тоже осыпется. Поэтому, как-то так. Таким образом вы сохраняете свои семьи, ненормально у вас дозимуют, и чем стабильнее будет у вас зима, тем лучше будет проходить процесс зимования и меньше поглощения меда будет у вас. Вот и все. Так что не переживайте, так вот делайте и все. Можно также, вот сейчас, что я еще не сказал, значит, если тоже, вот сейчас тоже еще есть такие теплые дни промежуточные, ставите рамку тут с краю. По-любому есть на пасеках вот такие маломедные рамки, скрываете вот эту забросную печатку, ставите отсюда на край. Не впритык ставите к гнезду, а ставите на край, и пчелы у вас вынесут, вы не заметите, как они вынесут этот мед и занесут его в гнездо. Вот и все. Либо можно вот так вот положить рамочку, тоже обязательно вскрыть забросную печатку и так вот положить. Так что, ну это уже когда все, уже немал уже этих промежуточных теплых дней, тогда уже ложится на первое время, можете положить рамку сверху. Но рамку могут, кстати, испортить, но зато сохраните пчел. Одна рамка это несущественная потеря по сравнению с пчелиной семьей. Так что, как-то так, ребят, все, всем пока, всем счастливо и всем удачи.